Здравствуйте, Ирина Яковлевна. Большое спасибо, что согласились дать нам интервью. Ну, приехали мы к вам с одной простой целью. Лишний раз доказать и себе, и миру, что посещать Петергоф нужно как можно чаще. Потому что здесь, ну и лучшим образом, раскрывается смысл таких понятий, как гармония, красота, покой и Россия. Это правда, это правда. Согласитесь? Да, вот именно здесь можно осмыслить всю русскую историю. Вот Петр Первый был человеком вашего возраста. Вот что он должен был думать и чувствовать, когда он задумал такое грандиозное дело и успел увидеть при жизни. Чем бы вы меня удивили, чем вы меня поразили? Я бы, наверное, вас поразила вторым Петергофским парком Александрии. Здесь единственное место, где нам разрешают ходить без шляп и перчаток. Правда, это писали дети Николая Первого, которые в этой Александрии жили и выросли. Второе, чем бы я вас удивила, ну это вы, наверное, и знаете. Вот примерно там, где стоят вот сейчас вот эти наши костюмированные персонажи, вот напротив стоит камера. Вот если мы сейчас с вами туда подойдем, то нас сразу увидят весь мир. У нас на сайте сделана такая опция «Сансон онлайн». Я иногда сюда прихожу и своих друзей, и после всего мира с днём рождения поздравляю. И вот мы сейчас машем рукой, и нас видит с вами весь мир. Я хочу передать привет. Привет. Всем передаем привет. Привет телезрителям «Пульса города». И хочу еще сказать, что этот вид вошел в десятку самых посещаемых подобных видов мира, вместе с Ниангарским водопадом. Какой турист сейчас пошел? Ну, во-первых, в этом году гораздо больше советских туристов, российских туристов, чем у нас российских. Садитесь, пожалуйста. Туристы очень разные. Валом идет Китай. Очень много Китая. Мы даже у нас на всех подъездах висит такой знак «China Choice». Выбор Китая. Выбор Китая. Высокий сезон. Ваш рекорд. Сколько посещает туристов в день? В этом году 57 тысяч здесь было 13 июля. 57 тысяч за один день. Невероятно. А как же все эти санкции, охлаждение отношений между Россией и Западом? Здесь этого не видно. Здесь этого нет. Здесь этого не видно. То есть и немцы, и американцы, и все привезут. Американцев почти нет. Американцев почти нет? Нет, в этом году почти нет американцев. Нам несколько недель назад приезжал Шимон Перес. Это знаменитый, легендарный израильский приемлинист. Он ехал по парку, и со всех сторон люди кричали ему «шаломы». Я понимала, что это израильтяне, потому что они его узнают. Люди, которые уехали в эмиграцию, они сейчас приезжают, привозят детей и внуков. Память детства, как их садаранец. И для них это такая трепетная история. Вообще, это совершенно особая тема. Люди, которые в Петергофе работают. И у многих мамы работали. Вот у меня мама билетный кассир, вот у меня мама музейный смотритель. То есть такая приемственность поколения, когда Петергоф это уже станет не просто местной работой, а частью биографии. Да, как хотите, называйте. Это либо клан, либо это семейство. В хорошем смысле этого слова. В хорошем смысле этого слова. Потому что, в общем, у нас есть люди, где семья работает 7-8 человек. Петергоф – это не место работы, это образ жизни. Это правда. Дорого, дорого добираться до Петергофа. Вот эти цены вы формируете сами или это независимые, коммерческие, частные? Вот как это осуществляется? Знаете, я вам отвечу так. Жалоба абсолютно понятная. Сегодня билет на Метеор от Дворцовой площади сюда стоит 700 рублей. 700 рублей? Это столько, сколько билет в Нижний парк и Большой дворец. Почему мы эти цены не можем снизить? Я бы их снизила. Я вообще все это сделала бесплатно. Почему нет? Если бы у меня был такой бюджет. Вот у меня практически на сегодняшний день 30% бюджета государственного и 70% бюджета мы их зарабатываем сами. Экономический кризис, который сейчас переживает вся страна, насколько серьезно отразился на вас? Мы в этом году цены не подняли. Но я думаю, что на будущий год мы и справимся. Мы просто не справимся, потому что как? Физически не обеспечить такое решение. Не физически, а материально. Мы им материально, да. Людям зарплату надо платить, там убирать. Вот идет невеста. Значит, невесте и жениху бесплатный билет в парк и гостям. Давайте ей поздравим. Невеста. Селена Яковлевна, директор музея Петергоф. Поздравляю вас. Говорим о судьбе Петергофа, решили вас поздравить. Войдете в историю. Спасибо большое. Ну что, вы сегодня у нас в гостях. Бесплатный билет у вас. Да, бесплатный билет. И у свидетелей. А гостям должны были купить, правильно? Да, все правильно. А вы петергофские? Нет, вы приезжие. Петербург? Нет. А интересно, откуда здесь? Ставропольский край. А почему выбрали Петергоф? Почему? Я думаю, Петергоф, да, это мечта каждой пары, чтобы здесь заключить враг. Детей привозите, пожалуйста, к нам. Спасибо большое. Детей, внуков сюда показываете фонтаны всегда. Счастья вам. Да, Петербург. Счастья вам. И вот здесь впервые в петербургской истории скульптура заменена на копии. Я хочу оригинал, вот чтобы трехсотлетней давности мрамор, разуверьте меня, что они правят. Это совершенно законно, когда через 300 лет наши подследователи и потомки ваши, мои... Они будут иметь такой возможности. Да, к сожалению. Ведь если бы после войны не восстановили большой дворец, не возродили все эти фонтаны, но мы бы сегодня имели здесь руины. Это была идеологическая программа. Она нарушала знаменитую венецианскую хартию 1965 года. Но то, что сделали реставраторы наши после войны, по сути, восстановив их здесь, это был подвиг, это был подвиг, конечно. А это для вас сюрприз. Это я вам покажу то, что еще не видел никто. Это небольшое каскадное меню. Вот это здание новой фермы в Александрии. Вот помните, когда мы были маленькие, мы росли в районных домах пионеров. Это был для нас второй дом. Мы туда ходили в кружки. Я в кружке судомоделистов занимался, какие-то кораблики. А я занимался в дворце пионеров в клубе Дерзания. А здесь мы хотим, чтобы петерговские дети и петербургские дети... Мы задумали, чтобы они здесь учились в музейном профессии. Знаете, сколько профессий в Петергофе задействовано? Ну, как вы думаете? 50. 106. 106 профессий. Вот посмотрите, как сделано. То есть, вот здесь детишки будут садиться. Да, вот здесь они будут садиться. Это все сделано по специальным проектам. И вот, видите, прямо для них специальные пособия. И здесь еще будут экраны, будет все очень необычно. Вот как папа говорил, верной дорогой идете, товарищи. Когда я вижу такие пейзавры, в буквальном смысле, наверное, пинцетом обрабатывают. Ну, не пинцетом, но здесь вообще работает такое количество людей. У нас 400 садовников. Вот здесь же так, если представить, да, вот дуб, допустим, стоит. Ну, сколько можно? Лет 200, наверное. Да, 200. Каждый дуб на учете. Вон, и вернитесь. Посмотрите. Видите, какая заплатка на дерево? Да, да. Все тоже им продлевает жизнь. Ну, здесь уже какие-то бескрайние пастбища, не знаю, поля. На самом деле, это ухоженные природные ландшафты. Вот здесь, кстати, вот на этой площадке у нас снималась легендарная картина Сергея Жигунова «Три мушкетера». Вот здесь, да? И когда он мне показал первые кадры, я думаю, мама, дорогая, чистая Франция. Сейчас поднимемся на Бастион и все узнаем. Сложится благополучно, захватим Бастион. А там, глядишь, Илья, Рашель сдастся, да? И вот видите, вот эти все искусственные канавы сделаны. Чистые францы. Трактор там едет, еще какие-то работы. Это что такое? Ну, вот это они, канавы, эти рубы. А, вот эти канавы. Вот эти канавы. Это, я так понимаю, дренажные трубы, да? Да, 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 это дренажные трубы. Объясните мне их предназначение. Ну, чтобы вода уходила по канавам, это так делается мелиорационная система. То есть это, по сути, скажем так, обратная сторона до блеска великолепия Петергофу. Технологическая сторона. Да, причем я вам скажу еще такие грустные вещи об этой территории. Это вот знаменитая территория, где проходил Петергофский десант в октябре 41-го года. Тут было больше 500 человек, и они все погибли. То есть здесь, в буквальном смысле, ну, каждый метр практически поют кровью. Это так, это так. Самое печальное место Петергофа. Самое печальное место Петергофа. Это территория Нижней дачи. Самое печальное место Петергофа, так. Это дача Николая II. Надо вам сказать, что здесь родился царевич Алексеев. В 1960 году, уже после войны, эту дачу взяли и взорвали. Да чем? Вы знаете, здесь был дом отдыха НКВД, и вот по такой расхожей легенде, какой-то высокопоставленный ребенок сломал себе здесь ногу, и папа сказал, никому эта дача не нужна, давайте убирайте. И она была взорвана, и вот что от нее осталось. Вот то, о чем мы с вами говорили, да, Петергоф – это есть один из смыслов России. Вот, вот, это тоже часть нашей России. Сначала мне казалось, что вот надо сделать именно консервацию руин и оставить все так, как есть. Сделав археологические расчистки, мы вот нашли довольно много фрагментов. Вот, а вот, кстати, у вас под ногами кирпич. Посмотрите, это старый кирпич. Точно, 1900 какой-то. Старый кирпич, да. Ну, это кирпич Нижней дачи, настоящий, да. И мы решили, что мы соберем этот дом, как пазл, из подлинных кусков. А то, что не сохранилось, мы дополним стеклом или каким-то современным материалом. Таким образом, мы построим дом, а внутри это будет один гигантский объем. Вот хочу, вот у меня такая есть мечта, сделать органный зал. Органный зал? Органный зал, да. Елена, вы мечтательница, я представляю. Ну, я, да. Я полностью с вами согласен. Органный зал. С молодой пущей. Елена Анатолия, еще один вопрос, который я очень хочу вам задать. Через некоторое время, вот вы как директор, как хранитель, После чего вы можете вот так вот выдохнуть и сказать, фух, я сделала это. После чего? Три вещи хочу. Хочу, чтобы закончилась реставрация Арненбаума, и я это увидела. Хочу восстановить нижнюю дачу и это увидеть. И хочу, чтобы полностью был открыт для людей Михайловский замок, которому я отдала 20 лет своей жизни. Так что думаю, что вот эти три желания, а потом уже можно отдыхать. Спасибо вам большое за интересное и увлекательное интервью. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»